Погода все чаще радует нас теплыми солнечными днями, а потому желающих отправиться на прогулку на свежем воздухе по лесу с каждым днем становится все больше. Однако омрачить такое путешествие может немало факторов. Что делать, если прогулка уже подходит к концу, а найти путь домой так и не получилось? Худший союзник в такой ситуации – паника. Из-за нее человек может зайти еще дальше в лес, что только усложнит его поиск. Перед тем, как зайти в лес, нужно сориентироваться, то есть направление. Куда ты пошел, куда тебе возвращаться. Поэтому даже если у тебя нет связи, и ты чувствуешь, что ты заблудился, сориентироваться и выйти на ту точку не получится. Я почему говорю, вот эти линейные координаты, скажем там, дорога длинная, река, линии электропередачи. Важно правильно подготовиться к лесной прогулке, даже если по плану она не займет больше часа. Экипировка, головной убор, закрытая одежда, удобная обувь. С собой рекомендуют взять воду, спички, складной нож и компас, если человек умеет им пользоваться. Оставляем машину и от дороги, вот она у нас дорога идет, так вот, допустим, здесь пруд, здесь дорога, и четко уходишь в сторону от дороги. Достал компас, посмотрел, в каком направлении ты пошел. Ну, допустим, мы бы, зная, ты пошел на восток. Соответственно, за спиной у тебя на западе дорога. Нужно правильно рассчитать свои силы. Без навыков ориентирования и опыта нахождения в лесу заходить далеко опасно. Ходить в лес желательно не одному, причем всегда оставаться в поле видимости своей компании. Сейчас у всех мобильные телефоны, поэтому перед походом в лес зарядить мобильный телефон и уже совсем, как бы, последним, перед тем, как идти, предупредить близких родственников, куда собрался, зачем собрался, на какой период, то есть на час, на два, потому что, ну, как бы, связь не везде есть, чтобы близкие знали. В аварийно-спасателем отряде есть вакантные должности. Более подробную информацию можно узнать по телефону 97767. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин, Служба новостей, Саров, 24.